Всем огромный привет! Сегодня у меня будет обзор на аэрогриль Рамит. Он у нас будет в цвете сильвер. Мне уже не терпится его открыть и посмотреть, какой он. Так, и здесь сверху у нас лежит гарантийный талон. Все уже заполнено. И руководство пользователя. Руководство пользователя цветное, очень подробное. Здесь даже есть рецепты разных блюд. Так, с ним мы ознакомимся чуть позже. Давайте скорее посмотрим, как выглядит аэрогриль. Я давно хотела такой гаджет на кухне, потому что наша семья просто обожает блюда из мяса. Ну и не только. Говорят, что в аэрогриле можно делать разные блюда из разных продуктов. Можно картошечку делать. Кажется, хорошо упаковано. Ой, ничего себе! Ну, не такой уж и тяжелый, кстати. Не такой уж и тяжелый. Ну, я довольна. Я уже чувствую просто по качеству материалов, что это очень крутая штука. Очень крутая. Ой, обалденно. Он с сенсорным управлением. Сейчас я его распакую. И все вам покажу. Так, давайте посмотрим, что внутри аэрогриля. Нагревательный элемент и вентилятор, который нагнетает горячий воздух. Это корзина. Она тоже очень хорошо упакована. Посмотрите. Ой, какая красивая. Смотрите, что они положили. Ребята, посмотрите, что здесь в комплекте. Вот такие вот щипчики с силиконовыми кончиками. И прихватки. Две штучки. Вот так вот они надеваются на ручку. Прихватки равнят. А это форма для запекания. Вот так она выглядит. А это цельнолитая решетка-гриль. Она очень тяжелая. Сразу видно, что из хорошего металла. Сам гриль оснащен ручками, чтобы удобно его куда-то переносить. А еще здесь есть ручка, чтобы его открывать и закрывать. Готовить сегодня мы будем курочку. Куриные ножки. У нас они уже замаринованные. В аэрогриль сначала устанавливается форма для выпечки. В ней есть специальная выемка, на которой устанавливается решетка для гриля. Вот так вот все собирается. Аккуратно ставим форму для выпечки. И аккуратно устанавливаем решеточку для гриля. Все, она упирается в эти бортики и стоит очень крепко и надежно. Давайте выберем режим, на котором мы будем жарить ножки. Я предлагаю выбрать режим аэрогриль мощность 1. Это 200 градусов на 15 минут. Если этого будет мало, то можно будет время прибавить. И нажимаем старт. Если честно, то мне даже не верится, что за 15 минут можно что-то пожарить. Сейчас посмотрим, ребят, хватит ли этого времени, чтобы приготовить куриные ножки. А вот теперь аэрогриль готов. Можно закладывать куриные ножки. Так, все, можно закрывать крышку. И он сам начинает работу. Время работы аэрогриля закончилось. И можно посмотреть, что у нас получилось. Вот такая красивая курочка. Очень красивая. Мы сейчас одну ножку возьмем. Просто готовим первый раз. И очень хочется посмотреть, пропеклась она или нет. Я сейчас выложу на тарелочку. Смотрите, выделяется сок. Она готова! Смотрите! Готова! Смотрите, идеально! Я в шоке! 15 минут и готова курочка! Я в шоке! Я, если честно, приятно удивлена, что курочка приготовилась так быстро. Сейчас попробуем. Очень нежная, сочная. Абсолютно нежирная. А какая шкурка вкусная! Ой, ребят, вкуснятина! Я сейчас все съем. Ну, все. Раз курочка готова, ее можно вынимать. Я, наверное, решетку не буду вынимать. Я хочу, чтобы она остыла. Посмотрите, как с обратной стороны выглядит курочка. Поверьте мне, эта шкурочка очень вкусная. Самое главное, что мне понравилось в этом аэрогриле, что не было никакого ни дыма, ни неприятного запаха. И мы совсем скоро поедем с Лешей отдыхать в Крым. Я думаю, что мы его с собой обязательно возьмем. Да, Леш? По-любому. Вкусненько? Да, офигеть! 15 минут курицы готова. Ага. Так это сверху решетка стояла. А если туда вниз еще картошечки положить? Да хоть что! Мне кажется, что аэрогриль нам заменит с тобой и мультиварку, и духовку, и все, что хочешь. И рис положить. Да! Главное, это же полезно. Это же полезнее, чем ты просто жаришь. Аэрогриль, он вытапливает жир с продуктов и пища становится намного полезнее. Ну, ты сам видишь, внутри она как будто такая тушеная-варененькая, да, Леш? С минимальным количеством жира и очень красивая, тонкая, хрустящая корочка. Вкусненько? Полезненько, да? Я думаю, что аэрогриль станет нашим любимым гаджетом на кухне. При помощи вот этой сеточки можно сушить помидорки, грибочки. То есть, аэрогриль будет еще и выполнять функцию дегидратора. Ну, и, конечно же, эта сеточка незаменима, когда вы будете готовить картофель фри. Аэрогриль Ромит может работать при температуре от 40 до 265 градусов. Основные режимы аэрогриля. Жарка, выпечка, воздушная жарка, сушка, картофель фри, стейк, аэрогриль мощность 1, аэрогриль мощность 2, мощность 3, мощность 4. Вот такой классный гаджет у нас появился дома. Я очень довольна. Леша тоже, Алиса тем более. Ребята, я оставляю вам промокод в описании под этим видео. Мили Ванили без пробела. Он даст вам скидку 5% на всю продукцию Ромит. Пользуйтесь! Пробуем пожарить стейки. Мясо. Закрываем. 15 минут 230. Никакого дыма! Обалдеть! 7 минут осталось. Вау! Очень красиво. И самое главное, что очень полезно, потому что весь жир, он вытапливается. Когда аэрогриль остынет, я покажу вам, сколько жира вытопилось с этих кусочков мяса. А все это могло попасть к вам в животик. Смотрите, какое мяско. Посмотрите, какое мяско. Мяско очень нежное. Оно не сгорело. Оно реально только поджарилось. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова А.Егорова